Присаживайтесь, прикладывайтесь поудобнее. Сейчас расскажу вам интересные факты про Рязань. Чистое настроение люкс. Типичная Россия. Время 6.20 утра, у меня пересадка полтора часа между поездами. И я подумала, почему бы мне не съездить на Красную площадь в 6 утра? Тем более, что я никогда не видела Красную площадь настолько пустой. Здесь нас со мной четверо. Начинается новый сезон путешествий, я наконец-то что-то сниму. Все знали, что можно... Ой, Новый год что ли? Welcome to Rязань. Это Первомайский проспект. Главное, это котлитная улица города. Могу сравнить Ярославль с улицей Свободы, потому что тоже у нас начинается от вокзала, а заканчивается примерно в историческом центре, где всякая движуха. А походу ближе к центру там очень много всяких ресторанчиков и красоты. Чистое настроение люкс. Все же помнят инструкцию, как собрать русский город. Берем памятник Победе, Вечный Огонь, Ленин, который показывает на что-то. И улицы по типу Советская, Гарина и так далее. В общем, типичная Россия. Та-дам! Ну, естественно, первое, что мы встретили, это Вечный Огонь. И вот такая стола. Я в детстве очень любила узнавать номера регионов на автомобилях. И в общем, в Рязани номер 62. Продвигаясь к центру, могу сказать, что здесь облагораживание города с полным ходом идет. Цветочки посажены. Я зашла в какую-то кофейню, съела сырники, выпила чай. И оказалось, что здесь у меня какие-то торговые ряды прямо около отеля. Очень прелестные. Там уже три ресторана подряд, в которые я хочу сходить. Потом здесь еще был ресторан, который я нашла еще в Инстаграме, где мне очень понравилось и напомнил мне мой любимый ресторан в Ярославле. И в общем, слушайте, центр вообще великолепный. Я думаю, сейчас, поскольку передавали погоду переменчивую, то солнце, то дождь. Я думаю, сейчас можно воспользоваться временем и сходить сразу же в Кремль. Ура! Мы собрали русский город. Площадь Ленина, Ленин, Вечный Огонь и улица Первомайская. Когда я почти пришла к Кремлю. Поставьте это видео на паузу и напишите мне в комментариях, что вы знали о Рязани до моего видео. Потому что, если честно, я вот ничего не знала. Я знала, что она находится около Москвы. По сути, на поезде это заняло у меня 2 часа 20 минут, чтобы добраться. Кстати, очень классный поезд, который в 7.46 выезжает. Такой чистый, комфортный. В общем, 5 баллов. Один мой знакомый мне написал, что Рязань похожа на Барселону. Больше я не знала ничего. Присаживайтесь, прикладывайтесь поудобнее. Сейчас расскажу вам интересные факты про Рязань. Первое. Город очень старый. Город основан в 1095 году. Является одним из древнейших городов России. И входит в тридцатку самых крупных городов России. Хотя здесь проживает 550 примерно тысяч человек. По официальным данным, до конца 18 века город назывался Береславлем Рязанским. Я читала вчера целую легенду про то, как Рязань получила свое название. И там до сих пор все историки спорят. Изначально это была не Рязань, не Ря, ну не на Я, а Резань. В Рязани сделали леденец-петушок. Думаю, все из детства его помнят. Любите, не любите, но все его ели. Здесь есть единственный музей ВДВ. Вообще считается, что Рязань это как столица ВДВ. Поэтому хорошо, что я не приехала сюда на день ВДВ. Потому что я думаю, здесь бы была просто фиеста лого. О, да, еще один факт. Я не знаю, что это за фигня, но здесь есть памятник грибам с глазами. Шок-контент. Вот это супер-факт. Ребята, вы готовы? Всемирно известный косметический бренд Max Factor появился в Рязани. Его зовут Максимилиан Факторович. Он открыл магазин для продажи своей косметики. Потом он эмигрировал в США, и компания стала традициональной. Ух ты! Мы с вами... Я снимала сейчас памятник Ленину. А оказывается, в начале 90-х годов власти города убрали памятник Ленина. И площадь начали люди называть не площадь Ленина, а площадь без Ленина. А в 1997 году Ленин вернулся на свое исходное место. Интересно. Кто были уроженцами Рязани, бла-бла-бла, но это был Есенин из самых знаменитых. Мы уже почти у Кремля. Дойдем в Кремль, посмотрим территорию Кремля. Будем узнавать, что это за грибы с глазами и проверять остальные факты. Это Успенский собор. Он один из ключевых здесь во всем Кремле. И я почитала на входе информацию о том, что вот эти все израсты, которые мы видим, все вот эти вот красивые же просто. Они не повторяются. Якобы каждая заявуленка, она уникальна. Это, конечно, очень красиво. Настолько классно. Мне напоминает еще очень сильно Португалию. Вот эта дверь, которая похожа, как будто бы там у Зулежу. Слушайте, это так здорово. У меня его не переполняют, потому что в таких местах здесь так все продумано. Во-первых, вход на территорию бесплатный. Это огромный плюс, потому что, честно говоря, почти везде он бесплатный. Но вот в Ярославле у нас, например, он платный. И насколько здесь много разного для тебя. И вот такой формат, и какие-то палаты. И вот такое архитектурное решение, как музей-заповедник типичный. Так же и храмы, и соборы, и соборные комплексы, и вот кафетерий есть. И все, что угодно. И ты настолько наполняешь этим ощущением, как будто тебя перекинуло вот в это время, когда это все здесь было. И ты как будто прям вот ходишь и... Как-то, знаете, сделано настолько удачно или не сделано реставрацией. Я очень не люблю прямо отболированные, так скажем, сопримечательности, когда ты не видишь, не чувствуешь историю. А здесь ты реально видишь, что домик постоял. Вот я не понимаю, вот это что? Это он настолько постоял, что на землю зашел, там не подписано. У меня была абсолютно удивительная сиеста. Кстати, мой номер. Очень миленько. В общем, была удивительная сиеста. А теперь пойду из греческой кухни. Очень вкусно. Я пошла сюда. Мне так захотелось мусаки. Я люблю ее, готовлю ее дома. Здесь была очень вкусная. Такая хорошая. Для тех, кто не любит пересоленую особенно. Еще я выглядела, как человечище. Накрасилась, поспала. Вообще супер. А теперь на десерт. Какие-то греческие чуросапончики. Я не знаю, мне очень интересно. Когда ты сытый, выспавшийся, чистый, накрашенный, собранный. Идешь гуляешь по новому городу. Красота. Про известных людей из Рязани. Ну, говорила про Есенина. А здесь прям оказался такой культ Есенина. Там вот этот вот памятник, который я показывала. Сейчас еще раз добавлю это видео. Вот около Кремля. Огромный памятник Есенину. И мне посоветовали поехать в Константиново. Это село, где родился и вырос Есенин. И прям... Я погуглила. Очень красиво это все выглядит. И есть автобус. А пока гуляю. Пойду посмотрю два парка, которые находятся тоже здесь недалеко. В принципе, когда ты снял отель в центре, тебе все недалеко. Так что идем посмотрим. Уи! Это что? Таймс-сквер? Боже, это что, Европа? Знаете, когда ты путешествуешь одна, просто... Hi! Bye! Рязан, конечно, рекомендую. Очень, очень классно. Просто серия мы тут были несколько дней на Сану Владимире. В Владимире уже раз миллиард была. Отмечали там день рождения мамы. И Владимир настолько... Там очень красивый центр. Ну, типа, тебе, Владимир, чтобы посмотреть, хватит пары часов. Насколько многогранная Рязань. Извините. Просто ты там посмотрел, словно во Владимире, ну и ушел. Ну, окей, тебе, может, в то же место захочется вернуться. А здесь тебе хочется возвращаться, возвращаться. И я уверена, что это вообще еще далеко не все, что есть в этом городе. Блин, Golden Hour, так красиво! Если что, это памятник не Петру, потому что очень похоже на Эрмитаж, Петр, все дела. Это памятник Ефматию Калаврату. Если кто-то знает, кто такой Ефмати Калаврат, почему он... Типа... Я не знаю, я слышала имя, но я никогда не знала, кто это. Чего же, конечно, прекрасен и удивителен мир вокруг нас? Ну... То есть... Как бы просто люди... Да просто можно выехать в соседний город. То есть это 5 часов от Ярославля. Мне стоило сюда приехать на поезде 1000 рублей. Даже если вы не собираетесь здесь ночевать, 1000 рублей туда, 1000 обратно. Вам даже не обязательно лететь, я не знаю, на Бали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok